Всем добрый день. И для того, чтобы как-то ввести вообще тему, что такое киберспорт, в первую очередь хочется ответить на вопрос, а кто же в него играет и что, собственно, из себя представляет сейчас индустрия. В ходе моего доклада я отвечу на три базовых вопроса, но на самом деле которые очень важны. Первое — это то, какое место киберспорт вообще занимает в индустрии игр. Ну и дадим какое-то базовое определение о том, что это такое. Второе — это портрет киберспортсмена. И третье — как аудитория, которая есть, сейчас взаимодействует с киберспортом. Условно всех игроков, всех, кто каким-то образом играет в игры, можно разделить на три сегмента. Сегменты делятся по типу мотивации, которую преследуют те или иные игроки. Ну, самый простой сегмент — это игры на досуге. Я думаю, ни для кого не секрет, что есть огромное количество людей, которые играют просто для того, чтобы убить время в метро, на работе. Ну и, как правило, они играют в достаточно простые, яркие и короткие игры. И этот сегмент интересен рекламодателям, но это, к сожалению, не про киберспорт. Второй сегмент, который условно называется гейминг, имеет уже такую более сложную мотивацию. И для этого сегмента, для этой аудитории, по сути, игры сейчас заменяют традиционные виды досуга. То есть, условно говоря, если у человека есть выбор посмотреть кино, почитать роман или пройти новую игру, выбор будет сделан в пользу последнего. И здесь важно отметить то, что второй сегмент играет в основном на ПК и на консолях. И переходя непосредственно к киберспорту, это, собственно, ядро всей игровой индустрии. Здесь надо отметить то, что мотивацией может быть самое большое количество, начиная от того, что в киберспортивной тусовке можно завести себе новых друзей, заканчивая тем, что, собственно, можно выиграть огромный призовой фонд на одном из турниров, который проводится по ряду дисциплин. И здесь, на самом деле, важно отметить, что не каждая игра может быть киберспортивной. Здесь важно помнить о том, что в киберспорте все игроки находятся изначально в одной и той же системе координат. То есть, условно говоря, если человек потратил много денег на персонажа и получил дополнительное преимущество, то это уже не киберспорт. Именно поэтому киберспорт, как правило, это дисциплины, которые связаны с так называемыми мобо-играми, RPG, шутерами и сюда с натяжкой можно добавить спортивный симулятор. Говоря про объемы, можно сказать, что первые два сегмента составляют порядка 30-35 миллионов, а сегмент киберспорта, по данным совместного исследования PayPal и SuperData, уже составляет 2 миллиона человек. Если кратко сказать про методологию, то в 2 миллиона, которые уже есть, входят те, кто активно играет и те, кто следят за киберспортивными мероприятиями, за их онлайн-трансляциями. И при этом эти 2 миллиона человек в России, они уже сгенерировали выручку в объеме больше 35 миллионов долларов. Говоря про выручку, здесь важно сказать, что эта выручка складывается не из внутриигровых транзакций, эта выручка складывается из спонсорских прав, из прав на трансляции, из мерчендайзинга и из покупки билетов на, собственно, киберспортивные соревнования, на мероприятия. Если копнуть глубже и посмотреть, собственно, 2 миллиона людей, а кто они и какой у них профиль, то по взрослым категориям видна следующая картина. Порядка 70% аудитории составляют люди возраста 18-34. Если их укрупнить, то, по сути, ядро — это так называемое миллениало, поколение Y. Чем мы можем охарактеризовать эту аудиторию? Что им важно? В первую очередь это аудитория, которая крайне требовательна к контенту и к тем коммуникациям, которыми оперируют бренды. Второй важный момент здесь — это тот список каналов, которыми аудитория привыкла пользоваться для того, чтобы этот контент получать. И здесь, естественно, в первую очередь это digital, потому что органическая доля телевизора и других медиа не такая большая, и плюс этого контента просто пока нет в других каналах практически. Если посмотреть на аудиторию с точки зрения гендерного распределения, то здесь, в принципе, я думаю, ни для кого не секрет, что практически 90% — это мужчины. История близка к традиционному виду спорта, и если кто-то смотрит, скажем, трансляции футбольных матчей на телевидении, то все понимают, какая реклама там сейчас есть. Киберспорт в этом плане интереснее, потому что он все-таки подразумевает больше возможностей по таргетингам, и уже больше категорий рекламодателей есть в индустрии. Если посмотреть на то, куда будет двигаться индустрия через год, два, три, здесь важно сказать, что Россия с точки зрения киберспорта пока не задает мировой вектор, мы скорее следуем тому, что уже есть. Поэтому на слайде статистика Нильсона, которая показывает распределение по соцдему по всему миру, и если вы посмотрите на левую часть слайда, это, собственно, как раз киберспортсмены, то можно увидеть два интересных момента. Первое — это то, что глобально в мире доля тинейджеров, в данном случае это люди 13-17 лет, она сильно выше, чем в России в два раза. А второе — это то, что доля женщин, которым интересен киберспорт, она также выше. Это все нам говорит о том, что в категорию будут приходить новые рекламодатели и новые категории. Переходя к части того, как аудитория взаимодействует, как люди, сочувствующие киберспорту, взаимодействуют непосредственно с этим миром, то есть два основных момента. Это не включая то, что люди просто банально играют. Первое — это то, как люди смотрят трансляцию онлайн. На слайде мы видим статистику eSportsChart. Это компания, которая мониторит и агрегирует статистику по Twitch. Это основной стриминговый сервис, в котором можно смотреть трансляции игр как в лайве, так и в записи. И здесь мы видим статистику топовых стримов, лайвов по крупнейшим киберспортивным мероприятиям. И здесь, когда мы увидели эти цифры, мы слегка были шокированы, потому что на первом месте находится соревнование по доте, который недавно, это мейджор, который проходил в Киеве, и в пиковые моменты его смотрело полмиллиона людей. То есть если перевести это в традиционные рейтинги, мы это укрупняем для аудитории 18-35, делаем допущение, что мы во всех попали, то эти рейтинги, они совпадают с сопоставимыми с сериалами предпрайма TNT и STS. И если посмотреть на то, зачем аудитория посещает мероприятия в оффлайне, то здесь у нас есть статистика глобального агентства Eventbrite, которая нам говорит те стейтменты, к которым люди оперируют, когда они говорят, я иду на киберспортивное мероприятие, потому что… Из этого слайда можно сделать два вывода. Первое, то, что на самом деле мотивации, они схожи с посещением футбола, хоккея, баскетбола, потому что первые четыре буллета, они ровно про то же. Это про чувство сопричастности команды, про возможность увидеть друзей, возможность увидеть любимых селебрити. Чисто такое эстетическое удовольствие. Ну а последний буллет нам говорит о том, что практически каждый второй человек, который упущает киберспортивное мероприятие, идет туда с очень такой практической целью. Ему интересно посмотреть, как играют его любимые игроки, и наблюдая за ними, он прокачивает свои скиллы. Это как раз говорит о том, что аудитория, она более вовлечена, потому что те, кто смотрят футбол, процент тех, кто по-настоящему в него играет, или играет плюс-минус профессионально, он минимален. У киберспорта ситуация совершенно другая. Наверное, порядка 50-60% тех, кто наблюдают матчи на Твиче, в онлайне или посещают мероприятия, они так или иначе играют. Соответственно, суммируя мою презентацию, хочу сказать следующую вещь, что уже сейчас киберспорт открыт для огромного числа рекламодателей категорий. Такой вывод мы можем сделать, потому что уже много аудитории. Аудитория имеет определенный соцдемпрофиль. И что надо учитывать при планировании коммуникации? В первую очередь, если мы говорим про профиль, мы понимаем, что ядро — это миллениалы, которые максимально требовательны к той коммуникации, которую они получают. И для того, чтобы коммуникация была релевантна, очень важно, чтобы те бренды, которые с ними общаются, они имели в своем ДНК хотя бы чуточку спорта. Потому что если кто-то сейчас смотрит трансляции на Твиче, на Ютюбе, та реклама, которая сейчас показывается, она не всегда релевантна не то чтобы аудитории киберспортсменов, она не релевантна даже по студентам порой. Если говорить про мотивацию, как я сказал, почти каждый, тот, кто смотрит мероприятия онлайн или посещает офлайн, он также играет. Поэтому если мы говорим о коммуникациях, которые необходимо проводить с аудиторией, они должны быть максимально интерактивными и давать какой-то этот value пользователю с точки зрения самого киберспорта, а не только с точки зрения продукта, который дает бренд. И последняя история, она связана с тем, что несмотря на то, что киберспорт – это диджитальная история, он появился в диджитале, но киберспорт уже начинает жить в офлайне. Оффлайн сейчас не занимает первое место, но не быть там – это проиграть. Собственно, это все, что я хотел сказать. Я вроде бы уложился в тайминг, и я думаю, что я задал тот вектор, который дальше поддержат коллеги. Александр, спасибо большое, прекрасное интро. Я предлагаю сразу задать пару вопросов, прежде чем мы перейдем к следующему докладу. Если они у кого-то есть. Если есть, пожалуйста, обозначьте свое желание его задать. Добрый день, меня зовут Макар. Спасибо за презентацию. У меня вопрос насчет спортивного ДНК, о котором вы говорите, о брендах, которые должны рекламироваться. Мне просто не совсем понятно. Известно, что в киберспорт часто интегрируются и довольно успешно производители энергетических напитков и, например, производители хардвера. Ну, то есть аксессуары. Да, есть такое. Это не особенно спортивные довольно вещи, истории. Ну и, в принципе, я не очень… Я слабо представляю, как может быть нужно фанатам киберспорта бренды типа Nike, Reebok и прочих. Нет, про спортивное ДНК здесь надо сказать следующее. Во-первых, то, что интегрируются бренды с хардвером, это все правильно, это, по сути, прямая реклама, которая актуальна тем, кто влечен в категорию. По спортивной ДНК можно здесь это, как бы сказать, такими словами, что для, условно говоря, для энергетических напитков, что важно аудиторию. Аудитории важно чувство быть первым и побеждать. Именно поэтому они интегрируются в спортивные мероприятия. А, ну я понял. То есть я говорю в таком ключе. То есть это не говорит о том, что туда надо идти… Ну, то есть это не буквально надо воспоминять. Нет, нет, не буквально. Я понял, спасибо. Ну, на самом деле я бы еще добавил, что киберспорт, это, ну, как бы главный его критерий, это соревновательность, это соревновательность, это competitive gaming, это игры, в которых можно соревноваться. И такой, как бы, эти люди тоже ощущают себя спортсменами, и история про саморазвитие им совершенно не чужда. А кто вот сомневается в истории про Nike Adidas, я вот, я думаю, Рома расскажет про, не знаю, Пашу Бицепса, например. Человека с бицепсом размером в два раза больше, чем моя голова, как бы, который является топовым игроком в Counter-Strike и мировой знаменитости. Есть ли еще вопросы? Добрый день, меня зовут Валерий, спасибо за призу. Ты сказал, что будет расти женская аудитория и вот подростки, в России, по крайней мере, судя, как я понял, цифры. Вопрос. За счет каких игр, то есть, самые популярные Dota и Contra, то есть, во что девушки-то будут играть? Ну, по твоему мнению. Ну, по моему мнению и по мнению индустрии, в принципе, они будут играть ровно в те же самые игры, которые будут появляться. Ну, то есть, это история с органическим распределением, да? То есть, если мы посмотрим на аудиторию телетрансляции, условно говоря, футбола, хоккея, естественно, там также есть девушки. Но так как киберспорт имеет меньший порог для входа, соответственно, мы прогнозируем то, что девушки будут играть в те же самые игры, что и мужчины. Вообще, да, пока нужно отметить, что киберспорт более такой маскулинный, чем даже традиционный футбол. Мы, занимаясь, я представляю сайт sports.ru, мы, занимаясь традиционным видом спорта, видим, что в футболе распределение мужчин и женщин 75 на 25. То есть, киберспорт пока более жестко мужской, но я думаю, что это просто вопрос времени и потенциала для активации женской аудитории. Я предлагаю пойти дальше и хочу представить свою коллегу Вадима Керимова, который управляет, является продюсером сайта cyber.sports.ru. То есть, киберспортивного подразделения sports.ru мы были первым из традиционных спортивных медиа, кто запустил собственный киберспортивный сайт. И Вадим расскажет, собственно, о том, о чем стоит помнить брендом, работая с аудиторией киберспорта. Дима, спасибо большое, что представил. Друзья, прежде чем начать, я, наверное, хочу сказать большое спасибо Саше за то, что он ввел нас вообще в само понимание того, что такое киберспортивная аудитория, рассказал о ее емкости, характеристиках, добавил всякие интересные моменты. Углубляясь в эту историю, Саша уже немного заговорил о моей теме, я хотел рассказать вам о нескольких ключевых факторах, которые являются основополагающими для брендов, работающих с киберспортивной аудиторией. И первый фактор – это, конечно же, продукт. Продукт может быть тривиальным для киберспортивной аудитории, это то есть хардвер, как вот вопрос задавал молодой человек Макар. Это лэптопы и мощные машины, которые позволяют геймерам наслаждаться игрой в полной мере, которые не тормозят, которые делают насыщенной картинкой и все остальное. Также это энергетические напитки, такие как Adrenaline Rush Game Fuel. Ребята выпустили отдельную линейку для киберспортсменов, которая, соответственно, помогает увеличивать концентрацию во время игры и дает еще какие-то дополнительные ништяки именно для геймеров. По крайней мере, так это позиционируется, не знаю, как на самом деле. Также в продуктах могут быть какие-то клевые, актуальные фичи, например, как… Есть такой компьютер MSI. В этой машине есть специальная кнопка Gaming Mode, которая при нажатии полностью перераспределяет ресурс компьютера в пользу игры. Компьютер полностью становится игровым, он начинает вести прямую трансляцию, она сразу автоматически активируется и появляется возможность записывать видео. Если углубляться дальше, идти в более нетривиальные для гейминговой аудитории продукты, то можно рассмотреть еще банки, такие как Тинькофф Банк и Рокет Банк. Ребята выпускали карты с активными игровыми режимами, которые, соответственно, давали игрокам или людям, которые активируют эти карты, получать скидки и кэшбэки в самых популярных гейминговых сторах. Кроме всего этого, есть бренды, которые адаптируют свой посыл для киберспортивной аудитории через спецпроекты, через рекламную коммуникацию, неважно. Может быть, наверное, каждый второй в зале сидящий знает такую компанию GrowFood, которая позиционирует себя как сервис доставки пятиразового питания для спортсменов и обычных классических людей типа нас, менеджеров. Они недавно придумали новое сообщение для киберспортивной аудитории, где говорили, чтобы быть крутым киберспортсменом и держать себя в форме, заказывай у нас еду, тренируйся и ты будешь самым крутым. Вот такая интересная адаптация истории. Помимо этого есть МТС, который занимается… Точнее не МТС, а их подбрендом ГТС, который выпускал интернет-жипон. Наверное, тоже все достаточно часто слышали о нем. МТС немного изменил свое рекламное сообщение и сказал, что если ты хочешь стримить без сбоев и зависаний, используй наш ресурс и как бы все у тебя будет круто получаться. Вот такой вот формат. Если говорить о том, что киберспорт и спорт — это что-то похожее, то явная, наверное, схожая черта в них — это то, что эта история событийная. Основная часть киберспортивной аудитории активируется именно тогда, когда происходят крупные спортивные мероприятия. Например, как The International, чемпионат мира по Dota 2. Эти истории уникальны тем, что в них собираются огромные призовые фонды. И ребята, ноунеймы из Украины, из Белоруссии, России, неважно откуда, приезжая на этот турнир за две недели, могут стать долларовыми миллионерами. И все это прекрасно понимают. Накал страстей там, наверное, сильнее, чем на Реал-Барселона. Sometimes. А может и нет. Также существует система ценностей у геймеров. Геймерам не особо интересно выигрывать какой-то там смартфон или красный айфон новый плюс, который там будет лежать у него в кармане. В силу того, что он большую часть своего времени проводит в игре, ему интересно получать какие-то внутриигровые предметы, которые позволят ему улучшать внутриигровую свою характеристику, не характеристику даже, а вид внутри игры. То есть скины, которые меняют визуализацию персонажа, визуализацию ландшафта и архитектуры внутри игры. Вот несколько примеров. Это, соответственно, история из Dota 2. Dota 2 мы сейчас обсуждаем, потому что это самый большой вид киберспорта на данный момент в России. Именно в России. Также не стоит забывать о том, что вся коммуникация, которая настроена на киберспортивную аудиторию, должна быть кросс-канальной. То есть если посмотреть на статистику Твитча и Ютуба, с мобильных девайсов Твит сейчас смотрит больше 40% пользователей. Если смотреть на Ютуб, то там больше 50% просмотров генерятся через мобильные устройства. Поэтому никогда не стоит забывать о том, что мобильный трафик очень важен. Не стоит терять половину своей аудитории, с которой вы хотите прокоммуницировать. Помимо этого, существует пространство между игроками и зрителями. Это пространство заполняется медиа. То есть люди, помимо того, что смотрят трансляции, они еще читают какой-то интересный контент. Они общаются друг с другом. Они используют мобильные приложения в качестве второго экрана, чтобы смотреть, что происходит на их любимых турнирах, как показывает себя их любимая команда. Кросс-канальность очень важна. Ну и чтобы не быть голословным и не рассказывать о том, чего на самом деле я даже никогда в жизни не пробовал, я приведу пример, который мы успешно реализовали в 2016 году совместно с Ярославом и Рокетбанком. Нашей задачей было проверить гипотезу, насколько киберспортивной аудитории интересно использовать дебетовую карту с активным игровым режимом. Вообще нужна она им или не нужна, пользуются они этими историями или нет. Чтобы проверить ее, мы придумали механику. Механика заключалась в следующем. Пользователь, заходя на страницу спецпроекта, читал о том, что это за карта, принимал или не принимал условия акции, нажимал на кнопку «Получить сундук», это внутриигровой предмет, и после этого его перекидывало на длинную четырехстраничную заявку, которую он должен был заполнить полностью вообще все поля. И это был еще не ключевой фактор успеха, потому что в случае, если он не подходил под определенные критерии, если ему было меньше 18 лет, и он не жил в одном из тех восьми городов, которыми были ограничены, карту он в любом случае не получал, и, соответственно, заветный сундук тоже. За период спецпроекта, это был International, и еще одна неделя, за три недели мы собрали 5000 заявок, из которых 8-10% конвертировались в активных клиентов Рокетбанка. По результатам спецпроекта клиент был крайне доволен, он сказал, что это действительно круто, и это самый дешевый лид, который приходил с спецпроектов, которые они делали. Именно не лид, а одобренный клиент. И, наверное, подводя всю эту историю к какому-то финалу, я, наверное, напомню четыре ключевых фактора успеха, с которыми вы, если планируете заходить на территорию киберспорта, должны считаться. Это продукт, событийность, кроссплатформенность и… Что там еще было? Сейчас посмотрим. А, и все. Спасибо. Нет, за что. Спасибо большое. Я, да, отмечу, что в тот момент, как нам рассказывали коллеги из Рокетбанка, мы одним спецпроектом на киберспортивном сайте генерировали им больше поток новых клиентов, чем все остальные каналы, которые использовались к тому моменту. И это был как раз пример спецпроекта, который не только знакомит людей с новой услугой, но и напрямую драйвит заявки на карты и на использование продукта. Вообще, в целом, я бы призывал не рассматривать киберспорт слишком утилитарно и смотреть на как бы только предметную область киберспорта, железо, там, я не знаю, платежные карты, поскольку геймеры, очевидно, очень много платят в интернете. Почему все банки туда ринулись? Потому что это люди, которые с ранних лет и до самого позднего возраста будут очень много платить онлайн. Это просто средства аудитории, которые трудно достижимы другими методами. Эти люди не смотрят телевизор, очевидно, не читают журналы и так далее, и так далее. При этом они точно так же будут пользоваться и банками, и автомобилями, и страховками, и чем угодно. Есть ли какие-то вопросы? Прежде чем мы пойдем дальше. Есть вопрос. Спасибо большое, Вадим. Классная презентация. Вот знаешь, какой вопрос? Ты сказал, что стоимость на выходе клиента для Рокетбанка была дешевле, чем с других спецпроектов. А если мы рассматриваем классические инструменты диджитал, контекст, медийка, ретаргетинг, ремаркетинг и так далее, то есть на выходе клиент получался дешевле, чем с прямой рекламой, либо все-таки… Клиент, мы говорим сейчас о человеке, которого полностью одобрил банк. Ну, которому вы далека туда. Да, он был, как сказать… Секунду. Ну, то есть стоимость его была, конечно же, дороже, чем с контекста, конечно же, дороже, чем с каких-то других офферных историй, но суть в том, что мы ввели не заявку, мы ввели клиента, который будет впоследствии обслуживаться в банке. И если брать именно эту стоимость, то она была на уровне со всеми теми инструментами, которые они использовали в это же время. А если брать спецпроекты, то она была в несколько раз ниже. Ну, важно понимать, что для того, чтобы были запросы в контексте, нужна осведомленность людей о новой услуге. То есть спецпроект решал обе задачи. И рассказать о новой услуге Рокетбанка, о том, что появилась карта, которая дает скидки на платежи в играх. И, собственно, напрямую драйвил заявки при этом. Спасибо большое. Тоже вопрос по этому спецпроекту. Меня зовут Ольга. Я работаю с игровыми стримерами. И мне часто задают вопрос, насколько геймеры интересны, как мотивированный трафик. Потому что то, что вы, по сути, сделали, это же мотив. Когда людям нужен был не карта Рокетбанка, им нужен был сундук, который они открывали с помощью заполнения заявки. Насколько клиенту нравился этот трафик? То есть впоследствии, когда мы делились потом данными, ребята сказали, что трафик достаточно хороший. То есть это были активные пользователи? Не было такого, что 90% аудитории, которую мы привели, в итоге куда-то отвалилось и пропало. Ну, представляешь, Оля, очень приятно с тобой познакомиться. Очень приятно. Представляешь, человек заполняет 4 страницы заявки за то, чтобы получить сундук, который стоит 129 рублей. Ну, какой же это мотив? Это так? Приятное удовольствие. Да, потом человек гораздо больше оплатит этими же картами Рокетбанка в других играх. Последний вопрос и пойдем дальше. А можно я еще чуть-чуть отвечу? Смотри, когда он получает этот сундук и оформляет себе карту, он впоследствии сможет купить себе еще больше внутриигровых предметов и на кэшбэк, который у него соберется, он сможет накупить еще больше сундуков. Поэтому это интересно в пользу развития будущей своей экономики внутриигровой. Вопрос конверсии активных пользователей карт из таких заявок. Тех, кто транзактит постоянно. Ну да, кто же потом транзактит. Но, к сожалению, такую информацию с нами не делились. Но я думаю, раз ребята полезли в эту сферу, то, наверное, результаты есть. Извините. Привет, меня зовут Санал. У меня следующий вопрос. Ты сказал в своем выступлении, что нужно учитывать событийность этого мира. Ты привел только одно событие, The International. Правильно ли я должен, как рекламодатель, понять, что мне нужно только раз в году условно напрячь свой рекламный бюджет и выделить на это событие какую-то интеграцию? Либо это какая-то более постоянная, может быть, история? Это отличный вообще вопрос. Я просто с своей стороны ограничен временем. Мне нужно было рассказать все, включая примеры. И International я выбрал как самый яркий пример мероприятий, которые происходят в году на данный момент. Но помимо International есть очень много других всяких событий, событийных историй. И по Лиге Легенды, и по Counter-Strike постоянно проходят турниры с меньшим призовым фондом, но с не меньшим интересом аудитории. То есть как рекламодатель можете приходить к нам часто. Мы обслуживаем абсолютно все киберспортивные турниры и рассказываем о них. Да, вот в первом докладе был слайд с перечнем турниров, которые за последний месяц собирали большую аудиторию. Буквально в апреле был один из них, киевский мейджер. Я предлагаю передать слово непосредственно киберспортсменам. Давайте посмотрим, что это за люди. Точнее, собственно, Роману Дворянкину, управляющему командой Virtus.pro. Посмотрим, что это за люди, которые делают киберспорт своими руками. И послушаем, что они могут предложить рекламной индустрии. Немножко не по своему профилю, я больше все-таки про спорт и про медиа. Но раз уж решили, вернее попросили чуть-чуть про продажу, то я расскажу про продажу и как раз отвечу на тот вопрос, на который не успел ответить Вадим. Я, на самом деле, начну с того, что отвечу… Об этом, опять же, там говорил Дима, когда упоминал аудиторию киберспорта. Вот помимо того, что она не смотрит телевизор и не читает журналы, сейчас многие как бы не смотрят телевизор и не читают журналы, а читают интернет. Одно самое очень важное отличие, то, что они совершенно… Во-первых, для них установить Adblock, это примерно как, вот когда купили новый компьютер, открываете Microsoft Edge, и первое, что вы набираете, скачать Google Chrome. Вот они делают это, а потом еще как бы сразу ставят Adblock Plus, и поэтому они рекламу либо не видят, а даже если ее видят, у них настолько вот у этого самого поколения Y или даже младше уже настолько вот этот синдром постоянного рассеянного внимания, что даже если они рекламу видят, они, в отличие от нас, на нее просто не обращают внимания. То есть у них настолько вот такой блер перед глазами постоянно стоит, что до них очень тяжело, то есть даже если вдруг как-то удалось до них достучаться, то вот вы на них достучались, а дальше ничего. Поэтому это вот один важный фактор, который стоит упомянуть, и поэтому сейчас я просто попробую на паре примеров, не только наших, рассказать про чуть-чуть интеграцию брендов непосредственно. Тот самый турнир Epicenter, который уже упоминали, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что с 7 по 11, по-моему, июня ВТБ «Ледовый дворец» есть шанс посмотреть на все это дело. Очень хороший пример, сотовый оператор Yota. Не так давно, где-то пару месяцев назад мы с ними были на одной сцене, они как раз рассказывали о том, что их очень четкая позиция быть там, где нет никого больше. То есть, соответственно, Beeline может платить огромные деньги с… Как его зовут этого Сергея? Да, да, да. МТС может платить на Гиеву, Мегафон может платить кому-то, а не Гармашу и прочим. Да, да, ему тоже. Вот, как бы Yota действует по-другому, они себя позиционируют как уникальный мобильный оператор, поэтому они находятся там, где как бы всех этих людей нет. И поэтому вот пример того, что они делали, как раз в продолжении того, что я сейчас говорил про вот эту рекламу, они интегрировались прямо непосредственно в пространство игры, то есть непосредственно внутри Counter-Strike, этой самой стрелялки, на некоторых стенах домов в виде граффити был просто логотип Yota. Вот это то, мимо чего, собственно, эти самые миллениалы, которые действительно пока у них не очень много денег, но которые скоро начнут, помимо того, что они будут платить в интернете, они, например, начнут бриться, поэтому спонсором одного из турниров, только что в Польше был, титульным спонсором был Gillette. Они просто там массово раздавали в виде сэмплинга просто простые свои базовые одноразовые станки. Почему? Потому что для многих из этих людей это реально была первая бритва. Вот здесь вот на первом слайде была статистика о том, сколько, значит, вот там в разные возраста. И там вот 13-17 был такой вот маленький столбик. Это неправда. Столбик огромный. Просто многие сервисы не позволяют людям, особенно до 18 лет, регистрироваться, поэтому просто они пишут, что им 18. На самом деле им очень мало лет. Поэтому вот это работает примерно так. То есть вот Yota на этом примере, они просто интегрирулись внутрь игры, и как бы даже если у тебя стоит блокиратор, ты как бы дальше этого делать не сможешь. Помимо этого они, естественно, там делали масштабные классические промо, раздачу каких-то пробных контрактов, чего угодно. Но вот это вот такая хорошая, важная иллюстрация того, как это можно делать. Ну и, собственно, достигли достаточно хороших результатов. Упомянутый Megafon сделали просто отдельный. То есть если, например, Yota просто пришла к готовому решению, готовый турнир, что сделал Megafon уже там спустя где-то год после Yota? Они просто решили сделать свой небольшой турнир. Опять же там к вопросам о том, есть ли только International. Нет, пожалуйста, Megafon сделал свой небольшой призовой турнир. Господи, турнир с призовым фоном в полмиллиона рублей. Позвали туда как бы красивых лиц из телевизора, в том числе не из киберспорта. Сделали хороший турнир, сделали хорошее покрытие и за небольшие деньги полностью своими костами, своими силами, плюс небольшие привлеченные агентства, как бы сделали хорошую штуку. Еще один пример – Red Bull. Всем известна их политика, когда они не спонсируют какие-то отдельные ивенты. Они либо делают свое, как в случае с Crash Tice или с Formula 1, или просто спонсируют у индивидуальных спортсменов. В случае с киберспортом, пока они еще не сделали свою команду или свой турнир, они, например, сделали просто серию роликов о киберспортсменах, которые они выкладывают в своем брендированном канале. Тоже абсолютно понятный формат интеграции, пользуются достаточно большой популярностью. Вот последний пример, который только что сейчас начал развиваться. Буквально месяц назад тот самый Ярослав Паши Бицепс был в Москве. Мы подписали большое соглашение с Медиамарктом. Там абсолютно такая, как они любят их маркетологи говорить, привет им, история 360. То есть были съемки, я надеюсь, телевизионного ролика, плюс он участвовал в автограф-сессии внутри магазина, потому что, опять же, эта аудитория привыкла покупать гаджеты зачастую в интернете. И весь этот прекрасный магазин Медиамаркт, который… Да и слушайте, я был в Медиамаркте первый раз за полтора года, когда туда приехал. Ну как бы я единственное, зачем прихожу в магазин техники, чтобы получить заказовым видео на Славянском бульваре. Ну теперь я в Медиамаркте, конечно, только получаю заказы. И да, то есть здесь вот история в том, что есть классическое спонсорство, они очень активно используют именно образ игрока, потому что феномен киберспорта заключается зачастую в том, что люди болеют не за команды, а люди болеют за игроков, и когда игрок уходит из одной команды в другую, они вдруг начинают болеть за другую команду. Поэтому очень активно используется именно образ игрока, то, что я уже говорил, трафик в магазины, и, естественно, еще это стойки с атрибутикой, который сейчас тоже в Медиамаркте есть, как дополнительный повод, опять же, людей заставить пойти в магазин. Спасибо большое. Очень интересно. Давайте зададим по-быстрому пару вопросов, приезжайте дальше, если они есть. Всем привет, меня зовут Никита. Вопрос такой, какой опыт, помимо Медиамаркта, у вас еще был сотрудничество с известными какими-то крупными брендами и рекламных спецпроектов в том числе? Очень хороший вопрос. На самом деле здесь рынок в целом друг на друга смотрит. Поэтому, например, для нас сейчас был очень хороший кейс, когда, например, датская команда Астралис подписала договор с Ауди. Там на самом деле не было денег, они им в основном давали машины бесплатно поездить. Но сам факт того, что крупный автомобильный бренд зашел в киберспорт, это было важно для всей индустрии. Я, к сожалению, сейчас не могу сказать про конкретные примеры просто по причине того, что они сейчас в стадии, они уже подписаны, просто не анонсированы, но могу сказать, что в предыдущей презентации был один бренд, про который вы скоро услышите от крупного американского пищевого холдинга. Да, не только газировочного теперь уже. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Всем здравствуйте, меня зовут Антон. На ваш взгляд, наиболее эффективный инструмент взаимоотношения бренда и киберспорта? Спортсмен, команда, мероприятия, турниры? На мой субъективный взгляд, вот лично как меня, это спортсмен. Несмотря на то, что я представляю команду, мне кажется, что это большой элемент недоразвитости киберспортивного рынка сейчас, то, что очень сильно недооценены сами спортсмены и спонсорство индивидуальных атлетов. Но отчасти это связано с тем, что просто спортсмены пока полностью не понимают свой потенциал, не всегда готовы полноценно работать на, скажем так, собственную капитализацию. Но если бы я давал деньги, я бы давал их непосредственно спортсмену. Ром, короткий вопрос. Киберспорт будет убивать спорт или нет? Или это отдельная история? Да или нет? Просто вот однозначно… Киберспорт не будет убивать спорт. Отлично, спасибо. Я бы хотел предложить высказаться представителю бренда, тем более у нас такой есть, это Давид Мамашвили, который представляет компанию Мегафон, который тоже уже начал делать свои интересные мощные кейсы на тему киберспорта. Да, всем привет. Ну, в принципе, часть инсайтов, да, таких, с которыми мы в рамках разработки этого кейса, уже здесь прозвучало, но часть из них я бы готов был бы немножко даже по-черленджить и показать, как вот мы с этим работали и как еще из этого вышло. Давайте сначала, наверное, посмотрим кейс, а потом я про него расскажу. Кейс-агентский, ну, да, давайте поглядим. Это кейс про деньги, славу и мобильный интернет от Мегафона. Мы получили задачу рассказать про быстрый и качественный мобильный интернет от Мегафона для геймеров, тех, кто просто любит игры, и тех, кто смотрит на них из-за спины. Поэтому мы сделали свое первое в России реалити-шоу талантов с ведущими блогерами и геймерами в качестве наставников. Мы играем только на победу, понимаешь? Я вас научил самым прикольным приемом. Например, сидят противники, и вы им песка в глаза! И вот как это было. Мы настроены на победу. Мы придем к вам, заберем ваших женщин, детей, стариков. Для начала мы заручились поддержкой крупнейшего портала «Киберспорт.ру» и его экспертов, а также крупнейших видеоблогеров страны и звезд киберспорта. Ну и выбрали игру «Дота 2». А что? Популярно же! Работает! За неделю мы получаем огромное количество заявок. Запускаем отборочные игры и их трансляции с комментариями звезд. Сейчас и о них расскажем. Как сделать классное реалити-шоу? Концепция. Кибербитва непрофессиональных команд. Нам нужно место. Это 58-й этаж Москвы-Сити. Нам нужен интернет для события. Интернет от Мегафон отлично подойдет. Нам нужны шоураннеры. Мы создаем звездные пары. Блогер плюс известный видеоблогер. Мы пригласили комедианта, летсплеера и просто хорошего человека, чтобы курировать команды. И шоу началось. Да еще как! Трансляцию нашего реалити-шоу смотрело огромное количество человек. Ну и, конечно, позвали СМИ. Очень много СМИ. Нашу трансляцию резали на цитаты. И начали репостить все, включая подписчиков-блогеров. Люди сами распространяли и смотрели контент нашего шоу. Вы будете смеяться, но реалити-шоу из онлайн попадает куда? Ну да, на ТВ. На канал «Дважды два». А еще про нас написали вот эти ребята. Ну как, посмотрим результаты. Вместо огромного призового фонда – огромный охват. Вместо топовых игроков – смешные ведущие с вот таким вирусным бесплатным охватом. Вместо нишевых СМИ – вы посмотрите, сколько бесплатных выходов в СМИ. А вместо презрения к мобильному интернету для геймеров – вот такие отзывы. Мегафон «Кибербитва» открывает возможность молодым командам, неопытным, каким-то ноунеймом пробиться и поучаствовать. Интернет от мегафона сравним со скоростью мысли. Круто то, что первый опыт сразу успешный. Мы видим потрясающую реакцию аудитории, действительно, участников. Невероятное вовлечение. Очень круто. Отлично. Работаем дальше. Первое, что мы подумали, то, что событийность в один день, то есть какой-то спонсировать крупный турнир – это немножко не про нас, потому что, во-первых, дорого, во-вторых, ну, условно говоря, сам турнир, потом пост-пиар и все. Поэтому мы, во-первых, сделали онлайн-отборочные, которые у нас несколько недель длились. И пока они длились, наши чудесные блогеры и киберспортивные лидеры мнений всячески освещали все эти отборочные истории. Это уже сгенерило нам достаточно большое количество охвата, ну, как сейчас говорят, хайпа. Второе, сам турнир, он проходил целый день. По сути, ну, мне на самом деле даже не нравится слово «турнир». То есть кейс состоит в том, что мы не делали турнир, мы сделали шоу из этого. То есть мы не брали как таковой киберспорт, мы взяли как бы некую киберспортивную, вернее, даже не киберспортивную, а около киберспортивную историю и завернули это в формат онлайн-шоу. А это все стримилось, при этом это стримилось, кстати говоря, не только в Twitch, но и во Вконтакте. И это очень хороший тренд на рынке, потому что я думаю, что у нас аудитория стримов во Вконтакте в итоге съест аудиторию стримов в Twitch. То есть останется, по сути, у нас YouTube плюс VK, что, скорее всего, произойдет там в ближайшие пару лет. Дальше, собственно говоря, с самого турнира у нас получилось очень много видеоматериалов, которые вышли у блогеров и собрали нам огромный охват. То есть всю эту историю посмотрело, по-моему, миллионов 15-20 человек, что для чисто киберспортивного кейса, в общем-то, довольно серьезная цифра. И даже если сравнивать с менеджерами и всем чем угодно. То есть, по сути, мы без ничего создали очень такую охватную и классную штуку, которая одновременно была интересна аудиторией киберспорта за это. Там огромное спасибо нашим коллегам, как раз из ESForce, Virtus.pro, мы совместно с ними делали кейс. И отдельно аудитория видеоблогеров, то есть это то, что мы сделали с агентством нашим. И получился такой достаточно уникальный для рынка пример, который показывает то, что вообще, в принципе, все киберспортивные штуки, это огромный такой, они имеют огромный потенциал, прежде всего, для каких-то креативных заходов, потому что мы видим там очень активную, очень вовлеченную аудиторию. Если грамотно продумать какие-то механики, то можно добиваться очень качественным взаимодействием с этой аудиторией. Вот, у меня, наверное, все. Можно вопросы какие-то. Так, а у нас где-то ролик на микрофон, да? Давайте голосом с местным. Давайте. Все слышно? У меня такой составной вопрос. Меня зовут Кирилл. Скажите, как реагирует… Первая часть вопроса. Как обычно реагирует клиент, когда агентство… Это же агентский проект, по идее, правильно? Ну, это они пришли с людей. Когда агентство приходит с идеей, а давайте поработаем с киберспортсменами. Ты знаешь, у нас было не так. У нас было вначале от нас история. Давайте что-нибудь попробуем с киберспортом сделать. А потом мы пообщались с агентством, потом мы пообщались с ESForce и пришли к такому вот… Хорошо. Ну ладно, я все равно тебя вторую часть задам. То есть это было сознательное решение. Что бы тогда посоветовали тем агентствам, которые приходят клиентам и говорят, что давайте поработаем с киберспортсменами? Что бы, какие бы слова подобрать агентству, чтобы клиент заранее не испугался и на втором слайде уже им сказал спасибо, а у нас не только школьники. Прежде всего аудитория, потому что условно 18-35 – это самый такой сок для любого клиента. Второе – это объем аудитории. Как раз на примере этого кейса мы видим, что с объемами можно играть в том плане, что если не хватает чисто киберспортсменов, прям таких хардкорных, то ее можно увеличивать за счет, я не знаю, видеоблогеров, за счет каких-то определенных форматов турниров, либо интеграции в эти турниры. То есть там огромный на самом деле пласт как раз для агентств, именно под какие-то креативные решения, которые могут очень здорово сыграть на продаже этой истории. То есть сам киберспорт там интегрироваться в чемпионатик и, я не знаю, в стрим в какой-нибудь, это ну такое как бы, да. А вот если как раз агентская работа тут заключается в том, чтобы что-то интересное придумать. Окей, спасибо. Друзья, предлагаю оставить немножко немножко времени на вопрос в конце, потому что мы довольно уже жестко находимся в тайге. И хотел бы передать в данный момент слово Ярославу Комкову, который запустил свой сенсационный киберспортивный стартап, запустил главную в Москве и в России площадку для... Пока еще, Ром, извини, пожалуйста, пока еще эта главная площадка, пока вы там не открылись. Здравствуйте, меня зовут Ярослав Комков, я являюсь основателем, генеральным директором Gamer Stadium. Это киберспортивный стадион в торговом центре «Авиапарк». Сам вообще корнями, собственно, из sports.ru и как раз все эти киберспортивные истории. И могу себя позиционировать как экспертом как в онлайне, так и в оффлайне. Это основная тема. Соответственно, я вам хочу рассказать, как совмещать вообще и создавать с нуля новые продукты для брендов на стыке оффлайна и онлайна в киберспорте. Почему важно вообще этот стык создавать? Потому что киберспорт настолько диджитализирован, что все равно ему нужна большая часть оффлайна. Почему нужен оффлайн? Потому что зачастую турниры, почему турниры проводятся оффлайн на каких стадионах? Это исключает возможность жульничества, когда вместо условного, например, меня будет играть какой-нибудь крутой чемпион онлайн. Люди должны видеть своих героев, вы должны иметь возможность устроить какой-то арбитраж и следить за тем, чтобы все честно. Ну плюс, конечно, создавать праздник. Людям очень скучно, на самом деле, все время сидеть где-то перед компьютером, я по себе могу сказать и могу сказать по людям, которые приходят каждый день в геймер стадион. Для того, чтобы выделиться каким-то образом на этой киберспортивной поляне, которую еще никто хорошо не понимает, ни агентство нормально до конца еще полностью, ни бренда не понимает, как все вместе это работает, нужно постоянно пытаться находить точки соприкосновения с оффлайном, потому что создает намного больше классных и офигенных возможностей. Я расскажу просто два кейса того, как все это дело работает. Первый кейс – это NaviAviSales. Это те вещи, которые делали внутри геймер стадион. Aviasales, вы все знаете этот бренд, который знаменит своим скандальным и офигительным SMM-ом и также выступлением своего основателя на поздних вечеринках где-то. Aviasales стали спонсором киберспортивной организации Natus Vincere, которая является одним из самых известных и узнаваемых брендов в мире вообще. Это киевская команда, украинская, которая просто имеет самую ярусную армию фанатов на земле. Это сравнимо с тем, как вот Спартак. Они примерно так же долго уже, как и Спартак, ждут чемпионства своей команды. Но действительно, это ребята находятся в Киеве. И вот Aviasales решили стать, выйти на территорию киберспорта, что само по себе уже сложное. Это бренд, который ранее там не присутствовал. Они решили подписать контракт с командой Natus Vincere. Соответственно, мы думали о том, что как сделать и придать этому событию дополнительную ценность. Просто пресс-релиз о том, что Navi и теперь Aviasales, мы решили пойти чуть дальше. И вместе с ребятами, которые ведут ивенты Aviasales, мы придумали спецпроект, который заключается в том, что мы сделали из подписания контракта настоящее мероприятие, так как это работает в футболе, когда вы действительно куда-то приходите, то есть там подписывают этот контракт, футболки показывают людям, и идут счастливые в будущее вместе, выполняя какие-то договоренности. Соответственно, в рамках мероприятия проходил розыгрыш поездки на частном самолете в любую точку мира. Людям очень понравилось, например, вы видите, это журналист T-Journal, который выиграл 2500 евро для перелета на частном самолете. Это проходила часть в рамках ивента, и это была исключительно оффлайн-активация, которая позволила привлечь кучу журналистов. Для того, чтобы привлечь этому какой-то онлайн-охват дать, это как раз очень похоже на кейс с мегафоном. Мы сделали стрим, на который пригласили знаменитых комментаторов, и в том числе игрока Natus Vincere – это один из самых известных людей в мире доты вообще. Данил Дэнди Шутин – культовый персонаж, которого даже трудно с кем-то сравнить. В качестве анонса Данил решил записать видеообращение к подписчикам Aviasales, и не только Aviasales, и сразу же таким образом дали этому большой онлайн-охват. Соответственно, в соцсетях события анонсировалось заранее. В соцсетях Aviasales и Natus Vincere. Благодаря чему пользователи могли участвовать в ивенте, они могли просто подать заявку по классической любимой схеме Aviasales. То есть ты делаешь share в соцсети и имеешь шанс какой-то определенной стать участником ивента. В этот момент, когда мы объявили о том, что ты можешь поиграть в геймер-стадиум вместе с Дэнди, люди сошли с ума по-хорошему, и какие-то дикие цифры начались. Мне пиарщик Aviasales пишет, говорит, что у вас там происходит, почему так. Мы таких цифр еще не видели действительно никогда. Потому что аудитория киберспортивная очень активная. Ей нравятся ивенты, она с большой благодарностью отвечает брендам, которые такие ивенты устраивают и какие-то классные вещи делает. Поэтому они с радостью в этом во всем участвуют. По итогам мы получили порядка 400к просмотров. Это анонсирующий ролик с Данилой, ролик стрим и ролик с ивента непосредственно. И прямая трансляция. У нас было 160 гостей, которые выдали нам 54 публикации от эксклюзивного понятного интервью с ведомостями до всяких игроманий, канобу, спортс.ру, неплохой ресурс, чемпионат, спортэкспресс и прочее. И 10к шейеров, количество шейеров это то, сколько людей приняло желание приехать в геймеру стадиум лично, потому что авиаселс оплачивал еще и перелет. Если ты выигрывал, тебя привозили на этот ивент, чтобы ты мог поиграть с Данилой. Все были дико счастливы. Следующий опять, продолжая историю уже с Романом, с которым у нас здесь пересечение небольшое возникло, Red Bull Gaming Night. В геймер стадиуме мы раз в неделю, ночью, в пятницу проводим просто всю ночь сиди, играй. В какой-то момент понятно, как сюда интегрировать Red Bull. Red Bull это та вещь, которую ты пьешь, чтобы не спать ночью. Мы сделали эксклюзивное и закрытое мероприятие, которое проходит раз в неделю. Только для тех, кто старше 18 лет. Только по предварительной записи, только для постоянных клиентов. На этом ивенте вы можете играть во все, что находится в геймер стадиуме. VR очки, любые компьютеры, какие-то танцевать, поиграть в настольные игры и прочее. Причем здесь Red Bull. Red Bull, помимо того, что получает площадку для того, чтобы напрямую взаимодействовать со своей аудиторией, вы знаете, если кто-то из вас пересекался с Red Bull, вы знаете, что они очень трепетно относятся к присутствию продукта. Они его искренне любят, они не хотят какой-то баннер вешать, они хотят, чтобы людям просто нравился Red Bull. Соответственно, здесь таким образом мы в качестве анонсирующих инструментов Red Bull Gaming Night привлекали кучу известных блогеров, которые приходили непосредственно и на сам ивент. Мы делали онлайн-анонсирование в самых крупных сообществах, которые находятся в Москве, которые позволяют людей привезти по-настоящему сюда. В том числе и привлекали киберспортсменов. Звезды — это наше все. Раз в неделю обязательно приходит какой-то известный стример или киберспортсмен, который делает трансляцию на Twitch прямо с места ивента. Red Bull бесплатно сначала раздается в ограниченном количестве, а потом, как и везде, как и в любом наркобизнесе, начинаются прямые продажи продукта. Самый, по-моему, эпичный, если не ошибаюсь, это было где-то в районе февраля. Мы продали 700 банок за одну ночь, и это очень радует бренд. Вы не только рассказываете, как все это классно, но и вы напрямую продаете продукт. Это очень важно. 20 ивентов прошло, 2500 человек поучаствовало в них, они еще и платят за то, чтобы принимать участие в этом ивенте. 2 миллиона — это был охват анонсирующих публикаций у всех блогеров, плюс ресурсы авиапарка, гости, которых мы притаскивали к себе. 6000 единиц продукта продали за эти 20 ивентов. И теперь, для того, чтобы попасть на Gaming Night, вам нужно успеть сделать это в первые 6 часов после открытия регистрации, потому что это сразу же заканчивается в тот же момент. Спасибо большое. Вопросы? Добрый день еще раз. Очень интересно. Первый раз просто слышу про вашу площадку и вообще-то, что вы есть в Москве. Расскажите чуть подробнее, чем вы занимаетесь и какая у вас основная схема монетизации помимо продаж билетов на ивенты, вот эти, которые закрытые? Закрытый ивент — это дополнительный канал монетизации, который просто случайно появился. А так это продажа аренды компьютеров, как старый добрый интернет-кафе. Это ивенты, которые составляют уже сейчас 40-50% общей выручки. Это продажа клубных карт. И это как раз какие-то спецпроекты, которые мы делаем. Ну и плюс, понятно, спонсорские деньги. Чтобы на площадке присутствовать, люди платят. Да, Роман, пугающий вопрос. Не, я просто хотел сказать, что даже вот киевский мейджор, который недавно упоминали, Virtus.pro играли отборочные в Gamer Stadium. И мы, как лучшая команда СНГ, вот можем сказать, что там здорово, хорошо. И постоянно на удивление много народу. Я там в марте провел 4 дня. И, честно говоря, иногда я был шокирован количеством людей, которые там есть, даже иногда в будние дни. А мне понравились деньги, которые заплатил Роман за то, что его команда там играла. Друзья, извините, если кто-то хотел сейчас задать вопрос, а я не дал. Может быть, у нас останется время в конце сессии. Я просто считаю недопустимым не выделить достаточного количества времени Натальи Чайковской, которая представляет Game Show TV. Да, у киберспорта теперь есть свое собственное телевидение. У них интересный большой кейс по совершенно отдельной дисциплине киберспорта FIFA. Здравствуйте. Спасибо большое. Мы услышали здесь фразу про утилитарность. Давайте не говорить об утилитарности киберспорта. Конечно, киберспорт абсолютно уже не утилитарен, потому что он есть на телевидении. Я буду говорить про телевидение, буду говорить про FIFA. Тот кейс, который мы сделали, и повторюсь, что телевидение сейчас… Ну, мы всегда говорим так, если это мейнстрим, то это есть на телевидении, если это есть на телевидении, то это мейнстрим. Конкурентные ли партнеры «Спорт или киберспорт» Роману задали вопрос. Мы, как коллеги, которые много лет проработали с Ромой вместе в КХЛ, понимаем, что, конечно, киберспорт… Мы очень надеемся, что киберспорт не убьет спорт, но то, что киберспорт – это спорт, это так. Итак, небольшая предыстория. Коллеги из РФПЛ достаточно долго думали о том, что пора-пора-пора принять участие в развлечении для них, развлечении под названием «Киберспорт». Придумали первые в истории Кубок России по киберфутболу. Значит, эта вся идея и так далее все принадлежит РФПЛ. Мы подключились на очень поздние стадии, буквально там, ну, очень долго, там, матч, не матч, там, гейм-шоу, не гейм-шоу, кто будет показывать, как будет делать и так далее. В общем, мы действительно протянули друг другу руку помощи вместе с РФПЛ, сделали это событие. Почему? Акцентирую внимание на том, что ни анонсов, ни рекламы, действительно, ничего не было. Делалось фактически все там за неделю практически на коленках. Почему в Уфе? Потому что Уфа, сам клуб уфимский клуб, футбольный клуб уфимский, высказал желание провести это у себя. Значит, вот почему здесь говорю об этом. Да, понятно, Дота, Counter-Strike, Лол и так далее, World of Tanks, безусловно, это лидеры, и FIFA далеко не топ стрим на Твиче и так далее. Но вот в этот день без анонсов, практически без всего, трансляция турнира вошла в топ-10. Значит, после того, как достаточно, результаты были абсолютно неожиданные, после, опять же, без анонсов, без всего, результаты были неожиданные, после этого коллеги в РФПЛ приняли решение, что давайте пройдем, что это более масштабное, правильное и так далее. Значит, организовали чемпионат РФПЛ, это был уже чемпионат РФПЛ, и Кубок мэра Казани по киберфутболу. Почему? Откуда взялся Кубок мэра и так далее? Значит, понятно, была обычная спортивная сетка, 16 клубов РФПЛ, 16 киберспортсменов, кто-то из них уже был на тот момент подписан или не подписан. Но вот в чем интерес. Меня, как человека абсолютно телевизионного, и уж извините за откровенность, мне все равно, что показывать футбол, хоккей или киберспорт, или еще что-то, главное, чтобы там был спорт. Меня интересует история монетизации прав. Я это скажу честно, и вот именно это направление меня привело скорее в киберспорт. Так вот, и опять же, монетизация прав здесь, в России, это одна история, монетизация прав за рубежом и совершенно другая вещь. В итоге мы подумали, а чем же мы можем быть интересны с этим турниром, с этими трансляциями, с этими правами, скажем так, куда-то в зарубежье, на восток, на запад, не суть. В итоге придумали такую штуку, как пригласить четырех топовых фифашных спортсменов на это мероприятие. Потому что, понятно, наши клубы, и Спартак, и ЦСКА, это все здорово, и Кефир, и Тимон, прекрасные ребята, и Уфенок, но мало пока известно за рубежом. После того, как мы пригласили четверых топовых спортсменов по фифе, через 18 часов объявления релиза в международные топовые агентства по продаже прав, мы получили ответ от 22 страны, захотели купить права на это событие. Я подчеркиваю сейчас, когда я говорю 22 страны, это телеканалы. Это не платформы игровые, это не интернет и так далее. Еще раз говорю, я говорю исключительно про телек. Вот, собственно, это итоги, скажем так, итоги по участию. Ресурсы, которые были задействованы, для меня это достаточно важная штука, потому что до этого, конечно, я осуществляла трансляции всевозможных видов спорта, и, наверное, нет такого вида спорта, который я не знаю, как показать, но киберспорт показывать сложно. Телевизионно сложно, технически сложно. Честно скажу, ПТСники, которые разворачивались, это ПТСники, которые работали у нас на Олимпиаде в Сочи, но им понадобилась дополнительная ночь для того, чтобы действительно понять, как это все коммутировать. Мы это уже умеем делать. Вот тот ресурс, который задействован, в принципе, это такая равнозначная вещь для показа хоккей или футбола. Организация трансляции самого турнира. Не буду зачитывать, чтобы время не терять. Хочу ролик вам показать. Точно так же участвовали селебрити, звезды. Важно, два англоязычных комментатора. Почему здесь делаем акцент? У нас впервые в России на спортивное событие, российское спортивное событие, все-таки говорим, что это спортивное событие, приехали коллеги из СКАЯ. При этом, скажу так, платили мы им не сильно много, не сильно дорого. Завлечь комментаторов в СКАЯ на любой другой спорт было очень сложно и до сих пор пока еще невозможно. Количество прямых трансляций абсолютно беспрецедентное. Мы показывали абсолютно все. Итог вы видите, повторы порядка 46 часов. Вот это тот слайд, о котором я говорила. Это права на трансляции были переданы. Специально делаю акцент переданы, не проданы, потому что где-то это были денежные контракты, где-то это были действительно там партнерская история. И вот видите, мы говорим о потенциальных партнерах. Я говорю об этом. Почему пишем потенциальные партнеры не сработали. Конкретно на этом турнире, хотя замечательный кейс был, для крупных агентств это очень короткий срок реализации, потому что мы заявились где-то там буквально за 4 недели, но потому что после Уфы не сразу было понятно, что мы будем быстро это делать вместе с РФПЛ. 4 недели это мало, хотя бы 2 месяца нужно для того, чтобы нормально, красиво реализовать права, подчеркиваю, на телеканалах, на международных телеканалах. И для меня, опять же, как для генпродюсера и для человека, который отвечает за монетизацию собственного нашего канала, вот эти показатели крайне важные. Вот после, опять же, для меня тоже важные показатели телеканала КХЛ, непосредственно так, как я его организовывала и создавала, я могу сказать так, мы проводили этот турнир практически параллельно с тем, как Акбар сыграл последние крайние свои матчи с Магниткой. И вот по ТАТ-телекому КХЛ просел, мы были выше. Не знаю, радоваться или не радоваться, потому что для меня КХЛ родной, геймшоу родной, но вот киберспорт дал нам для нашего канала вот такой прирост. Опять же, для меня это удивительно, потому что мои коллеги, которые занимаются профессиональным киберспортом и так далее, говорили, ну что ты, Наташа, конечно же, дота контролол. Ну вот, собственно, FIFA нам дала вот такие замечательные результаты. Единственное, что, опять же, для меня сейчас важный момент, почему все-таки сакцентировал внимание на FIFA, а не на каком-то другом кейсе, потому что очень много действительно говорят про вот эти так называемые хардкорные дисциплины, FIFA очень понятна для телевизионной аудитории. Вот это важная вещь. Она, понятно, показываемая, понятно, объясняемая и понятно, продаваемая. Подчеркиваю, для телевизионной аудитории. Спасибо, сейчас буквально немного ролика. Посмотрите, как там все было. Пирамиде в Казан, в России. Это Казан Майя Куб. Йо-йо-йо-йо-йо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Позвольте от вашего имени поблагодарить всех участников сегодняшней дискуссии. Такой получился предельно многосторонний обзор вот этого нового колоссального явления, которым становится киберспорт и со стороны медиа, и со стороны, собственно, киберспорта, со стороны площадок физических, со стороны агентств, со стороны рекламодателей. У нас еще есть время на несколько вопросов, острых и содержательных. Ваших вопросов, если они остались. У меня вопрос именно со стороны больше брендов, да, такой вопрос, да, вот если бренд, да, он понимает, что ему необходимо с помощью киберспорта нарабатывать охват, решать свои показатели. Есть ли какая-то точка входа, каким образом, ну, чтобы через нее бренд мог непосредственно как раз-таки рекламной активности запустить? Вам придется все-таки внутри себя поискать, наверное, ответ на вопрос, какой вход для вас, какой месседж и какой способ трансляции этого месседжа, да, вы хотите сделать. Потому что, да, точек входа, как видите, большое количество. Физические площадки, собственно, спорт, медиа, как стримы, так и медиа, которые вот мы строим, комьюнити вокруг киберспорта на территории спорт.рую в мобильных приложениях. Вот, может быть, кто-то, у кого-то есть какие-то дополнения. Но я думаю, что вам придется какую-то предварительную работу провести и понять, что вам лучше подходит и какие задачи вы хотите решать. Там есть ли лидогенерация, то там, наверное, ближе к онлайну. Если просто познакомить людей с своими предложениями, то есть ли дополнения у кого-то? Ром. Да, нет, ну, реально все так. Ну, как я уже говорил, там, Джилету было важно показать, что, ребят, вот так выглядит бритвенный станок. Они пришли, просто раздали там 15 тысяч польских ребят в шапсерском городке Катовице бритвенные станки. Как бы, да, если кому-то было там важнее просто там показать там свой сервис, там, да, по оплате в интернете, как например, PayPal, они просто сделали сплошное брендирование, там, перебивок между трансляциями. То есть, ну, как бы просто у людей разные цели были. Кто-то, как бы, стример шикари не дает просто... Просто больше не формат, да, а то, ну, каким образом необходимо выходить там на киберспортсменов, на, там, те же, ну, как сказали, да, может быть, на команды, да. То есть, ну, бренд самостоятельно должен с помощью агентства решать все задачи. Здесь, здесь я должен сказать, что более-менее топовые люди. Или есть какой-то централизованный хаб, да, который позволяет это делать. Я думаю, компания Романа Дворянкина пытается стать централизованным хабом, сказать, что все спортсмены, все турниры у нас. Но я думаю, что какие-то другие варианты тоже будут оставаться от времени. Окей. Можете это передать? Спасибо. Вот такой вопрос. Сказали про важность мобайла, покрыли этот вопрос со стримами. Но есть такие приложения-компаньоны, как Лол Симо и так далее, где много спортсмены, да, аматюры и профессиональные спортсмены проводят много времени. Я вот смотрю на них, и они почти все используют рекламу. Насколько это эффективно, и вот, может, вы сталкиваетесь с этим. Хотите кому-то конкретному задать вопрос? Или есть? Нет, я думаю, может, кто-то знает. Просто никто не покрыл. Можно еще раз? Вот про рекламную модель монетизации мобильных приложений. Есть мобильные приложения сопутствующие, да. Для аматюр-спортсменов и для киберсов. Самый известный, наверное, Лол Сумо. Это вот Dodgy Madness, да. Вот я смотрю, там много рекламы, да. Насколько она эффективна, может, вы сталкивались? Ну, мы определенно, вот здесь три человека, которые с этим очень напрямую сталкивались. В рамках sports.ru и запаха киберспортивного раздела там в 2015 году мы первыми запустили киберспортивное приложение, которое создано специально для фанатов Dota 2 именно соревновательной. То есть ты ставишь приложение, следишь за матчем, подпишешь на любимые команды, на игроков, новости, какие-то смешные мемы, видео. Рекламная модель в текущей ситуации киберспортивного рынка одна из единственных вообще возможностей монетизации мобильных приложений. Все всегда как бы мечтают и спрашивают, а давайте туда продавать платную подписку за 5 тысяч долларов, которые будут давать ништяки. Но, к сожалению, киберспортивный контент настолько классен и, несмотря на то, что говорил Наталья, им так приятно пользоваться бесплатно, потому что производитель игры, который является обладателем прав на контент, с радостью раздает его для того, чтобы продвигать игру. Вряд ли ты сможешь конкурировать каким-то эксклюзивом с YouTube и Twitch, где все это можно получить бесплатно. Поэтому это, наверное, не столько классная и эффективная модель рекламная, а это просто одна из единственных на данный момент. Возможно, надеюсь, что-то в будущем изменится. Пока так. Мы вот сейчас тут говорим про спорт. В разных видах спорта есть федерации, у киберспорта тоже есть федерация. И вопрос, наверное, ко всем участникам сегодняшнего забега. Мы как-то обошли ее стороной, федерацию киберспорта России. Можете пару слов о ней сказать? Куда они движутся? Что они делают? Какое будущее вообще у киберспорта в России? Спасибо. Я, наверное, отвечу, потому что я ближе всех к ним сижу, буквально в соседнем офисе. На самом деле ребята проделывают очень большую работу. Она не очень видимо, но на самом деле она очень важна в плане общения в определенных коридорах определенной власти на улице Казакова, по-моему, у нас Минспорта сидит. С тех пор, как киберспорт признали видом спорта, есть несколько ступеней этого признания. Они сейчас прошли вторую ступень. Это, на самом деле, очень важный шаг, который позволяет на муниципальном и государственном уровне гораздо больше разным инициативным группам получать залы от муниципалитетов, проводить студенческие какие-то турниры. То есть ты приходишь к ректору и говоришь, я хочу сделать турнир по киберспорту. Раньше это все равно, что сделать турнир, не знаю, по покеру или по каким-то, не знаю, непонятным вещам. Сейчас как бы формально это продвижение спорта. Поэтому это очень важно и очень круто. Я не хочу здесь рекламировать то, что они делают. Сейчас через неделю будет, например, финал Кубка России по киберспорту. Там есть несколько дисциплин, в том числе и FIFA, о которой Наталья говорила, и Dota, и Лига Легенд. Это, на самом деле, такое достаточно тоже хорошее… С ними сотрудничала Йота, на самом деле, в рамках предыдущего Кубка России. Там и у них, на самом деле, у Федерации есть большое партнерство с издателем Riot Games. Как раз вот по популяризации Лиги Легенд в России. Это такое хорошее и то, что в футболе называется штука grassroots. То есть доступ вот к широкой массовой аудитории. Да, у меня следующий вопрос. Он будет адресован Вадиму. Смотрите, я вообще, в принципе, по образованию спортивный журналист. На протяжении пяти лет выступал на нон-профи-профи турнирах по FIFA. И даже писал дипломную работу по тему киберспорта. И у меня вопрос, на самом деле, такой, знаете, достаточно легкий. А почему у вас, Настя, в сайте до сих пор нет рубрики FIFA? Учитывая то, что вы все-таки все равно как спортивный портал себя позиционируете. На самом деле нам приходится расставлять приоритеты на старте. Мы такой же в этом смысле стартап, как, не знаю, спортивные команды, киберспортивные турниры, площадки и так далее. И мы себе в приоритет назначили… Все-таки они строятся у нас от доты, от самой популярной дисциплины в России. И сейчас запускают уже продукты на мир. Мы уже смотрим на мировые приоритеты. Там тоже есть League of Legends, какие-то другие. До FIFA надеемся добраться. До этого нам просто нужно еще дорасти. Чемпионаты, например, уже есть. Ради бога. Посмотрим на их результаты. Просто FIFA, как киберспорт, не настолько зрелищно, как другие виды спорта. То есть там просто сидит два человека, тебе проще посмотреть на самом деле футбол. Вот как футбол старый добрый, когда люди бегают. А здесь немножко стучка. Давайте последний вопрос, а потом… Извините мне, Тим, там товарищ, он на самом деле… Его уже пятый раз обходят. Давайте, да, извините, это исправление. Чтобы, правда, он тоже успел. Да, спасибо. В общем, у меня такой вопрос. Он ко всем. Вы в течение всей секции описывали киберспортсменов, киберспорт и вообще всю эту историю, как довольно монолитную штуку, но при этом дисциплин-то очень много, игры как бы разные. И у них, на самом деле, разные аудитории. И вот у меня вопрос. Ну, как вы можете, как-то кратко можете рассказать, как вы между собой различаете, ну, допустим, аудитории крупных дисциплин, вроде Доты, Лол, Фифы, Контерстрайка, работают ли со всеми один и тот же подход, насколько у них разный соц.дм тот. На самом деле киберспорт предельно не монолитен, как и спорт в целом, потому что уже есть и фигурные катания, которые достаточно популярны в России, и футбол, и так далее. Аудитории у них действительно различаются. И в этом смысле, ну, вот, Контерстрайк, наверное, самая взрослая. Сейчас передам слово Ярославу, да, самая взрослая аудитория. У меня просто есть очень практический опыт. Мы проводим турниры как по Контерстрайку, по Лолу, по Доте, по Хардстоуну и по другим играм. Вот я вам просто скажу, на Контерстрайке чек средний в Геймерстадиме в три раза выше, чем на любой другой дисциплине. В Контерстрайке люди играют богаче. Если видишь богатого, значит, Контерстрайк играет, скорее всего. А танки? Танки — это вот идеальное описание танка. Единственные, кто играет в Геймерстадиме на постоянной основе, — это охранники в ночную смену в авиапарке. Примерно так. То есть действительно очень легко определять. Самые богатые игры в плане того, сколько люди тратят денег, а на сколько кейсер, например, все удивляются, нифига себе, этим людям нужна парковка, то есть у них есть автомобиль. Хардстоунеры — это чуть-чуть тоже побогаче, потому что люди все-таки, ну, нужно вкладывать деньги в игру. Самые бедные — лолеры и дотеры. Лолеры даже еще беднее, чем дотеры. Ну, то есть вот настолько. Это реально ты можешь по выручке сказать, какой турнир сегодня был. Ну, то есть настолько. Люди тратят, ну, действительно, есть какая-то общая характеристика. Кейс взрослее, лол более такой, ну, не знаю, совсем гикеватый, наверное, гиковатый в каком-то смысле, анимешный. А остальные, ну, те же самые люди, что и в футбол играют, так же примерно работает. Друзья, спасибо большое. На самом деле, должен вас всех поблагодарить и за внимание, и за выступление, и за интересные вопросы и так далее. Я предлагаю пообщаться уже за пределами площадки, потому что здесь скоро будет начинаться новое мероприятие. Спасибо. Спасибо.